привет это reborn продолжаем делать реакцию на анимацию сегодня у нас на очереди новый для меня аниматором его зовут фаши он фаши он напишите пожалуйста в комментариях как правильно произносить потому что я с ним еще не знаком первый раз буду смотреть вообще его ролик на на ролик называется моя операция в больнице было бы странно если бы теперь операцию делали вне больницы это не даже страшно представить чтобы там тобой с тобой тогда уже делать давайте посмотрим надеюсь будет весело погнали в больнице на самом деле не так плохо по правде говоря в больнице я бывал куда больше чем рассказывал в прошлой части то началось их увы я прошлую часть смотрел поэтому я буду смотреть и туда все всего с одной фразы да у меня это живот болит можно не пойду в школу на что моя мама тогда вызвала скорую прям сразу скорую до скорая у меня ой тфу моего сына море живот да да приезжайте нормально и когда приехала бригада врач стала щупать не живой на щупала справа ой пощупала снизу ой она сидит не вдупляет и говорит а тут у вас похоже подозрение на аппендицит в больницу его надо и тут я понял меня не 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 я я я я набрал мне не все хорошо что я попал остаться один дома корня повезли в больницу и положили в палату с одним пацаном но он оказался хорошим парнем а похож на какого-то гопника мне у него тоже были какие-то проблемы животом да это неважно короче отправляли меня в этой дыре на анализ такая забавная рисовка у него уколы теста проверки и так далее чтобы вы еще не обнаружили у меня проблемы животом хотя я-то знал что проблема то никогда не существовало радовало только одно что со мной был верный товарищ такой же как и я но с реальными проблемами мы были друг друга горой и вот пример этому помню да его родители привезли бананы чтобы он не скрутился от больничной хавки когда родители ушли нам от нечего делать вздумалась съедать бананы брать кожуру от них и подбрасывать вверх я уж сейчас подумал что они будут подбрасывать кожуру от бананов доктором либо медсестрам сказал бы ах вы с плохие мальчики таких таких бросков так смотрели на потолок и увидели такую картину а сразу то не заметили что они обратно не возвращаются какие-то банановые соски там были ли кто увидел наше произведение искусство была уборщица теперь мне еще надо и подметать потолок и который в обязанностях было проходить каждую палату раза день в ее глазах виднется страх боль поэтому она сказала вы чё придурки вот вам тряпка убирайте это правильное сделала умная женщина вы пришли родители моего собрата по несчастью и отмыли весь потолок действительно вот что значит брат за брата родили брата за брата точнее больницы провозили со мной так еще недели две фига себе блин две недели они у него выявляли аппетиций да он бы окачурился за это время если бы он реально его был больницей офигенный то выяснилось подозрение на аппетиций были ложные и меня наконец выписали а ведь мог а я хотел всего лишь один день не пойти в школу а тут две недели можно было спокойно избежать такого поворота например если бы у меня был телефон и в нем было много игр кстати интересно а где же мне выбрать такой чтобы реклама пошла на функционировал хорошо так и каталог и каталог и каталог в бе в интернете а ну давай смотрим мобильный альфа так выбор конечно большой поэтому этот подешевле ссылки в описании зубной про нахлого ненавижу зубных врачей и блин до чертиков боюсь они типа хорошие но страшно ой как и любой уважающий себя ребенок я любил завтракать обедать и ужинать исключительно снегом и вот чё ненавидел уже завтракать и обедать и ужинать снегом я вообще снег ненавидел жрать вот после очередного поедания снежной массы я чувствовал боль в районе правой щеки и старался не обращать на эту мелочь внимание а херня выводит и выводит думаю поболит и перестанет не так боль не угасала а наоборот с каждым днем все больше и больше ну вот это щечка а зубные это ты когда тетенька к тебе тетечка к тебе приходит такая ой какой милый мальчик да я щечку оттяну оттянула да усрачки поэтому чтобы хоть как-то избавиться от боли я брал ватку намачивал ее холодной водой не поможет вал прямо к болевшему зубу на некоторое время это помогало но херня это все есть специальные капельки для от зубной боли только на минут 30 спустя несколько дней мне надоело мучиться от боли я собрал всю волю в кулак и расплакавшись пошел жаловаться бабушка выслушав меня обдумывал все за и против дав крепкого леща собрала правильные и меня и поехала вместе со мной в город сразу переправили боль все эти в больнице да какая-то блин камера потому что как рассказал доктор незадолго до этого я ходил зубному который неправильно выдернул зуб я ставил целый нерв ах он козлина а почему передний зуб если тебя болел щека на месте а я жиров снег спровоцировал заразу и от этого у меня пошла невыносимая боль а уже в больнице меня положили на лежанку такой вот большой лампы сверху как будто какой-то блин чужой к тебе тянется прям в душу кололи обезболивающее прям щега этот корень так летом был этот самый больный корень выдергивать ну ладно не самая больно черно больно больше не болел ничего от него же нету на маленькая история с больни давай как-то раз меня направили туда чтобы взять о господи еще одна какая-то раздолбанная камера пыток звены но это когда сжимают верхнюю часть руки повязкой вкалывают иглу выкачивает кровь до сих пор помню эти осыпающие стены этот запах медицинских перчаток о господи ляпота короче помню вхожу я в кабинет крови и вижу молод кабинет крови и и вижу у столов сидит капля крови здравствуйте дуй медсестру сажусь на стул а я себе многие расставил не говорит поднимаю рукав я поднял и жду она смотрит разглядывает и говорит что-то вина не могу найти и тут я понял вот она жопа вы не о том подумали маленький вызвать как я понял медсестра была совсем зеленая не опытная капец как я не люблю попадать к неопытным врачам это ужас дикий помню я такой один момент рассказывать не буду она наконец вколола иглу было очень больно говорит затем она высунула иглу и опять воткнула уже не больно выкачивала кровь не даже дурно стало и вот процедура литр крови чтобы сделать анализ и по приходу к своему врачу оказалось что кровь то это было не из вены вот думаю ну дура а на этом к откуда она взяла кровь из мяса пипец надеюсь я после этого уволили ладно не уволили но далее леща все если понравилось видео подписывайся на канал еще видос чуть ой нас будет миллион и ставь лайк если наберем видос и человек просто офигенный участь а если давай давай мне будет интересно посмотреть еще одну часть про больницы пишите в комментариях хэштег боль если нет хэштег не боль и свои истории от пи боли с вами был я фашон нажимать о вашем логичек всем пока офигенный чувак первый раз я его смотрю но мне очень понравился так что если вам зайдет эта реакция продолжу делать реакции на этот канал но если она вам зашла то ставьте под ней лайки подписывайтесь на канал оставляйте комментарии под роликом но с вами как всегда был ребор всем спасибо за просмотр всем пока